На новой сцене Большого театра вручили премию «Весна священная». Она учреждена благотворительным фондом «Культура детям», которым руководит Илза Лиепа. Награда призвана поднять уровень детского любительского танца, поддержать таланты, помочь профессиональному росту юных артистов. Лауреатами 2016 года стали 205 детей. Галоспектакль с их участием был показан на церемонии награждения. Зрители нашего канала смогут увидеть его в субботу, 1 апреля в 14.30. Едины, мы непобедимы! Мы едины, мы непобедимы! 11 золотых лауреатов приехали в Москву со всей России. Все они победители прошлогоднего конкурса «Волшебная туфелька». Одна из главных наград спектакль на сцене Большого. Дать детям, дать им возможность прикоснуться к этому, вот реально войти, да, войти в пространство общения с большими серьезными художниками, стать соавторами с ними и получить, ну, немыслимый, невероятный, невозможный, казалось бы, опыт. Десятки городов, тысячи танцующих детей прошли через образовательный проект «Илзалиепы», который в прошлом году получил статус национальной премии «Весна священная». Но мало кто верил, что финалисты выйдут на главную балетную сцену. Танцуйте в юг, а сердце должно быть какое? Акция. Горячая. Хореограф Елена Богданович собирала спектакль, как пазл ездила на постановку номеров по городам. Зажечь детей, которые живут в своем мире, тем миром, который мы, ту планку, которую мы с Элзой поставили. Симфоническая музыка, развитие музыкальности и какой-то новый взгляд на хореографическое искусство. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, как вы? Проект поддержали известные артисты театра и кино Вениамин Смехов, Ольга Остраумова, Александр Стриженов, которые тоже не отказались бы потанцевать. И не поставить нам хотя бы подтанцовку, ну нет, танцы нет, к сожалению, только финальные. Финалисты получат дар костюма и авторские права на номера, сделанные для спектакля. Летом поедут в Артек на танцевальную смену. Это волнительно не только для детей, но и для руководителей коллективов. Это первый раз, поэтому мы первооткрыватели, и для нас это до сих пор эмоции, эмоции. Танцоры из Барнаула, Иванова, Екатеринбурга такие разные, но здесь все работают на одну идею, раскрывая по максимуму свои возможности и потенциал. В свои 13 лет эти ребята уже многое поняли про себя и про свое увлечение танцами. На сцене можно жить все время и чувствовать какие-то эмоции. Танцы для нас это больше, чем просто какое-то хобби или увлечение. А я развиваюсь, когда танцую, я узнаю, что это новое. Рок, пиз, сюрприз! В финале не только аплодисменты, но и награды. 11 статуэток национальной премии «Весна священная» впервые вручены самодеятельным коллективам, которые преданы танцу не меньше профессионалов. Елена Ворошилова, Александр Шаповал, Новости культуры.